Здарова всем, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и сегодня мы проведём водный эксперимент в GTA V. Сегодня мы должны будем испытать несколько крутых тачек и посмотреть, какая из них способна переплыть океан. Для этих машин я приготовил несколько интересных экспериментиков, несколько интересных тестов, которые им нужно будет пройти. Ну и самый первый, ребята, тест — это тест в океане. Он очень простой, но перед тем, ребята, как мы с вами начнём, я, конечно же, хотел бы просить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, если вы хотите увидеть ещё одну подобную серию, то не забывайте поставить лайкосик под этим роликом, давайте наберём под ним всего лишь 5000 лайков. Ну и, само собой, если вы на канале впервые, то не забывайте подписываться и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, в общем-то, давайте посмотрим уже, какие тачки у нас сегодня представлены. Они все очень-очень разные, начиная вот от нашей любимой тачки выживания зомби-апокалипсиса, заканчивая вообще машиной из Мэдмакса и Ламборгини, к примеру, Тенза, да? Новенькой Ламборгини. А, в общем-то, давайте будем уже начинать с вами потихонечку. Давайте, наверное, протестируем для начала нашу BMW i8. У нас там тачка из Мэдмакса просто горит капец как сильно. Я надеюсь, что она меня не подожгёт. Нам нужно с вами будет сейчас набрать побольше. Побольше, да-да, нужно будет побольше разогнаться. Я вот так сейчас просто буду перелетать, получается, через огонь. Так, надо как-то это аккуратненько сделать. Такие вот небольшие у нас с вами будут спецэффекты. Ну и, в общем-то, давайте начнём. Я сейчас просто так вот замедляю время, чтобы максимально сильно разогнаться. И мы с вами пролетаем сразу же на не очень высокой скорости. Хотя, в принципе, для такой дистанции скорость была вполне себе неплохая. Так, и наша BMW просто падает практически на самом берегу. Я решил чуточку подальше отогнать нашу горящую тачку, потому что она реально мне маленько помешала. Ну и давайте испытаем следующую машину. Ну вот, например, я хочу испытать Bugatti Diva. Давайте возьмём её сейчас, просто отъедем назад и разгонимся как можно быстрее. Так, давай вот сюда прям очень-очень сильно сдадим. И, в общем-то, всё, давай, поехали, короче. Нажимаем нетруху. Так, набираем скорость. Набираем. Там челики идут. Так, спокойно тут люди появились. Воу, блин, чё это было? Я там просто людей распилил на несколько частей. Господи, это очень жёстко было, ребят. Это просто капец какой-то. Так, и я падаю прям впритык к нашей BMW i8. Но, да, дальше, на то, что у нас Bugatti-то должна быть побыстрее, мы с вами всё равно проехали чуточку хуже. Окей, давай в таком случае возьмём уже что-нибудь потяжелее. Ну, например, вот этот вот ОМОНовский УВАЗик, который, в принципе, не споткнётся об людей, как, например, это сделала только что Bugatti Diva. Я думаю, что вот эта тачка уже должна будет проехать чуточку дальше, потому что она, ну, тяжёлая прям достаточно. Ну, и давайте, в принципе, попробуем. Вот тут останавливаемся. Нажимаем нетруху и просто гоним. Я даже... Ну, нет, давайте вот тут отключим маленькое замедление времени. Просто эта штука помогает мне разогнаться посильнее, да, чтобы я не вилял машиной. Так, давай-давай-давай, всё, поехали! Так, заезжаем, заезжаем, всё-всё, проезжаем, проезжаем, куда-то мы с вами проезжаем, прям очень хорошо, по-моему. Слушай, да, я же сказал, я же сказал, ребята, что вот эта тачка уже заедет подальше. И причём скорость была намного ниже, ну, вы понимаете, да, то есть в этом эксперименте скорость вообще не оказывает никакого влияния. Эта тачка потяжелее и попрочнее, и, наверное, поэтому она проехала намного дальше, чем предыдущие. Как вы думаете заранее, кто окажется победителем этого эксперимента? Я на самом деле ставлю ставочки вот на ту тачку, да, на тачку из Водмакса, ребята, потому что она реально безумная. Я бы хотел, в общем-то, на ней покататься. У меня есть ещё один экспериментик, на который я отберу участников. Ну и посмотрим, в принципе, насколько они будут крутые у нас. Так, давай отъезжаем подальше на нашей крутой Ламборгини. Сейчас мы с вами, ребята, разгонимся прямо на максималочку. Это вообще полностью тюнигованная лампа. Посмотрите, это дикий корч. Так, давай, в общем-то, просто гоним сейчас. Просто гоним. Просто... Нет! Нет! Блин! Что это было? Ух ты, ё-моё! Ха! Она просто утонула. Она просто утонула. Ребят, это было очень-очень больно на самом деле. Эта тачка достаточно быстро поехала вначале и потом просто перевернулась. Я такой думаю, типа, какого фига? Ну да, ребят, она не справилась с экспериментом. К сожалению, сложный выбор на самом деле. Но я, пожалуй, возьму нашу тачку для выживания в зомби-апокалипсисе. Я думаю, что она покажет неплохой достаточно результат, учитывая её вес, учитывая её стойкость. В принципе, она должна будет так неплохо заехать в воду. Посмотрим, что получится. Плюсом к этому, посмотрите, какой перед. Видите, как будто лодочка такая, да? Надеюсь, она будет рассекать у нас воду. Ну и посмотрим сейчас. Ой, господи, какой тяжёлый старт! Даже нитро не помогает! Вы посмотрите! Это... это просто какая-то жесть! Так, ну чё, давай! Нифига! Нифига, она там заехала! Чё? Чё за прикол? Нифига, мы там проехали! Это... вот это я почувствовал! Вот это я реально почувствовал! Она просто пролетела! Офигеть, да, она много дальше, чем УАЗик! Капец! Ребят, я же говорю, походу, чем больше тачка, тем... чем она тяжелее, тем больше она проезжает под водой. Капец просто, это реально круто было. На самом деле, безумно удивляет эксперимент, потому что я думал, что вот эта машинка, она всё-таки не проедет у нас очень далеко из-за своих габаритов, скажем так, и неудобности, в принципе, и из-за маленькой скорости тоже. Но в итоге она пролетела прям реально дальше всех. Это было странно, но сейчас у нас остаётся с вами ещё один участник этого эксперимента. Это у нас Lamborghini Tenzo, которая сейчас у нас... Воу! Что? Я того что-то врезался! А, ну да, я забыл, что эта машинка у нас прям максимально-максимально низкая. Да, учтите это, если вы будете брать её на какой-нибудь эксперимент и просто заезжаем сейчас. Ну да, как я, в принципе, и думал, она нифига не проедет. Несмотря на дикую скорость и на дикий взрыв, мы хуже всех на ней проехали. Та тачка, которая быстрее всех, она хуже всех этот эксперимент выполнила. А среди вот таких вот, знаете, обычных у нас гоночных машин, лучше всех выполнила самая медленная. Это BMW i8. Ну, по лошадям я имею в виду. Это вот просто. Как, ребята, проводить такие эксперименты? Ты вообще не знаешь, в чём... Ну, кто окажется победителем? Вот в этом-то, наверное, и смысл, потому что результаты вообще невозможно потасовать. Так, надо маленько обсохнуть с водички. Вот так вот постоим на огонёчке, поджарим маленько нашего Франклина, и можно залазить вовнутрь. Так, давай, в общем-то, запрыгиваем в нашего следующего участника. Ох ты ё-моё, вот эту машину, вот эту тачку я хочу испытать. Офигеть, нам сейчас точно никто не помешает. Мы с вами просто сжигаем всех. Так, ну что ж, попробуем сейчас. Что у нас из этого получится? Я вообще даже предположить не могу. Тачка безумная на самом деле. Так, интересно, она потухнет в воде или нет? Так, давай, 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 заезжаем! Ух ты ё-моё! Так, всё-всё-всё, проезжаем, проезжаем. Капец, нас ещё воротит как-то. Нас ещё воротит под водой. Да, мы с вами проехали, но немножко плоховато. Слушай, мне кажется, она должна лучше проехать. Я дам этой машине ещё один шанс, друзья. Может, тут маленько нечестно по отношению к другим участникам, но нам же главное, чтобы было весело. Поэтому давайте-ка сейчас мы её быстренько разгоним. Это чё, максималочка у неё уже получается, да? Ой, вся проблема в скорости. Она так-то проходимая, очень сильно проходимая. Я думаю, что она могла бы пролететь в воде, но... Нет, мы с вами вот так вот плохо заканчиваем на ней. Ну, получается, у нас с вами есть победители. Вот это наша тачка на втором месте, да? Так, УАЗик я не буду рассматривать. В нём, в принципе, не знаю, стоит ли его перебрасывать на следующий этап эксперимента. Мне кажется, наверное, нет. В общем, хочу испытать, ребята, дальше вот у нас, получается, тачку для зомби выживания и Мэд Макса. Давайте посмотрим, кто из них будет круче. Следующий этап эксперимента, друзья, это огромное болото, по которому эти тачки должны будут проехать. Посмотрим, какая из них застрянет, а какая сможет выехать. Я думаю, что самое интересное начнётся где-нибудь вот здесь, где становится уже достаточно глубоко и вязко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, погоди-ка, мы потихоньку начинаем уходить под воду, но погоди, вроде как справляется, вроде справляется неплохо. Ух ты, ё-моё, мы вышли, мы вышли из воды. Да ну нафиг, вообще спокойно, там её покрыло почти полностью. Я беру свои слова назад, эта тачка крута. Эта тачка вообще просто безумно крута, да ну нафиг. Это чё за прикол такой? Мы чё сейчас всё болото на ней пройдём? Так, давай, давай проезжаем. Всё, вот так, вот так хорошо. Ай-яй-яй, хорошо. И всё, нас залило. А, капец. Но мы реально, ребята, с вами почти полностью в воде. Вы посмотрите просто на это. Я не ожидал, что так получится, но тачка у нас реально залила. Тут прямо достаточно глубоко так-то на самом деле. Я даже уже не могу достать дна, приходится плавать. Ладно, посмотрим, как с этим заданием справится наш следующий участник. Ну что ж, я думаю, что вот эта машина уже не вызывает сомнений, что она вездеход. И вот здесь, мне кажется, всё-таки у неё шансов выиграть побольше. Плюсом к этому мы с вами горим просто и поджигаем всё, что вокруг нас. Я думаю, что сейчас болото просто загорится. Так, ну что ж, давай попробуем, в общем-то, ехать. Так, едем, едем, едем. Хорошо, хорошо. Мы так нормально с вами ушли под воду. Почти полностью колёса ушли. Но нет, 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 нет. Нет, спокойно, спокойно. Ух ты, я чуть не перевернулся. Блин, слушай, это было очень рисково. Но нет, мы с вами выбрались. Мы выбрались. Так, я еду. Я еду. Получается, всё хорошо. Так, вот где-то здесь мы уже на нашей прошлой тачке утонули. Но нет, сейчас я прохожу вообще спокойно. Да ну нафиг. Ох, 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 ох. Блин, вот это мощь. Вот это реально, ребята. Вот это уже тот самый внедорожник. Я могу сказать, что да, может быть, он и в воде пролетел не очень далеко. О, но здесь он уже показал себя достаточно неплохо. Не считая вот этого места, которое можно попробовать пройти ещё раз. Потому что здесь, слушай, реально уже прям капец как глубоко. Так, я могу как-то туда заглянуть под воду, может? Нет, никак не получается. Ну давайте попробуем ещё раз пройти этот участок. Получается, где-то здесь нужно чуть поаккуратнее ехать. Потому что есть большая яма глубокая, которая нас просто затягивает. Давай вот так проскакиваем. Вот это как делается. Ребят, ну да, просто нужно подбавлять газку маленько в такие моменты трудные. Вот как, например... Сейчас, давай, поехали. Просто пролетаем. Вот так, отлично. Едем дальше. Всё, всё, полёт хороший. Полёт вообще отличный. Блин, капец. Вот тут уже тоже глубоко. Но мы с вами проезжаем, ребята. Мы просто берём и проезжаем вообще на изи. Блин, да капец. Я просто почти под воду ухожу. Меня выручает то, что эта тачка дико мощная. Она просто безумно мощная. Давай, давай. Вот так, хорошо, хорошо. Ох, ты чё тут начинается-то дальше? А вот это уже у нас настоящее испытание, блин. Это уже не эксперимент. Это реально как испытание. Как челлендж. Пройти тут просто вот этот водопад. Давай, давай, давай. Я не глохну. Там был момент, когда я мог заглохнуть только что. Я слышал то, что у нас как будто движок заглох чуть-чуть. Но мы просто проехали. Мы проехали. Мы смогли это сделать. Так, отлично. Отлично. Проезжаем. Давай вот таким вот образом. Всё, шикардос, ребята. Ну, мы, короче, с вами сейчас можем просто колесить все воды в Лос-Сантосе. По всей видимости, я нашёл именно ту тачку, которая это может сделать абсолютно спокойно. Так, я заглох. Всё, да. Наглотался воды, короче. Заглох. Ну, блин, ну, это было очень эпично на самом деле. Ладно, посмотрим ещё один этапчик. Сейчас я бы хотел проверить вот это небольшое водохранилище. Насколько я знаю, оно достаточно глубокое. В некоторых местах я попытался найти место, где расстояние от одного берега до другого максимально небольшое. Но какая тут глубина, я даже предположить не могу. Я пока что, ребята, не смотрел. Мне просто интересно. Если глубина вдруг небольшая, то я поеду просто в другие стороны и буду колесить по этому водохранилищу. Ну что ж, давайте испытаем первым нашу, нашу любимую тачку для выживания в зомби-апокалипсисе. Ой, не знаю, как она справится с этим испытанием. Ну, давай попробуем, что ли. Просто разгоняемся. Главное добраться вот до того берега. Главное добраться. Ох ты ж, ё-моё. Блин, мы добрались, но мы, мы, мы подохли. Мы это сделали, но мы подохли. И маленько не выехали из воды на самом деле. Но, блин, это почти получилось сделать. Это реально почти получилось сделать. Интересно, как с этим заданием справится уже наша следующая машина из Мадмакса. А вот это реально уже будет очень интересно. Потому что сейчас, по сути, такая маленькая тачка почти выполнила. Если я сейчас не смогу сделать на этой машине, то это будет просто позор. Ой, 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 ой. Давай, давай, газуем. Блин, тоже, тоже застрял. Да ну нафиг. Я, походу, очень сильно воду нырнул. Что за бред? Мы, мы одинаково выплыли практически. Тачки сломались обе. Но, ну блин, там какая глубина-то вообще? Я прям очень сильно ухожу под воду. Так, давай посмотрим. Ну нифига себе, блин. Вот это реально глубина. Вот это очень большая глубина. Хорошо, давай еще разочек. В общем, не получается. Да, но очень сложное испытание. Я тут уже, наверное, минуты 2-3 пытаюсь его пройти. Постоянно спауню новые машины. Я уже утопил их столько, что просто капец. Вот здесь две стоят, там еще он стоит. Тут, короче, просто какая-то жизнь. И я хочу попробовать в последний раз. Если нет, то я признаю это место реально очень сложным. И пробую пройти его только в следующий раз, в следующем эксперименте. Хочу попробовать пройти без нитро. Давай попробуем просто. Активируем его. Просто... Где? Не будь... Так вот, что это было? Что? Ну-ка, стоп. Стоп, мы... Мы это сделали. Да ну нафиг. Ну-ка, нырни. Нырни. Так. А что мы как отскочили? От чего? От этого, что ли? От камней? Я не понял вообще, что за бред? Мы... Мы смогли это сделать? Офигеть. Походу, надо было реально без нитро. Я почему-то до этого, когда нырял... Ну, вы сами видели. Я просто вот так вот ударялся мордой вниз. А сейчас у меня получилось на колесах. Именно на заднее колесо, как это было, когда мы ездили по ручьям. Помните, да? По водопадам. Реально получилось. И причем тачка-то она ездит. Она рабочая сейчас. Она не утонула. Я не знаю, друзья. Мне кажется, что вот эта машина реально хорошо справилась с экспериментом. Она у нас до сих пор не заглохла. Я уже даже дальше покатался. Вот только что сейчас проехал. Интересно, получится так сделать. Еще раз. Вот. Вот, вот, давай. Да, получилось. Но она, короче, просто любое препятствие преодолевает. Она вообще спокойно здесь проезжает. Там тоже глубина достаточно большая на самом-то деле. И мы можем выполнить все эти трюки здесь. Давай. И все. Походу мы... Да. Ох, не-не-не. Тут-то уже очень глубоко. Тут уже просто капец, насколько глубоко. Поэтому мы эту машину покидаем, пожалуй. И, в общем-то, все. Можно на этом заканчивать наш сегодняшний эксперимент. Я считаю, что он удался, ребята. И получилось, по-моему, очень даже круто. Ну что ж, в общем-то, друзья, надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился. Если это так, то не забывайте ставить лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи. И до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok